Дневной разворот Дневной разворот Он уже поднимался не в первый раз И при обсуждении на комиссии Мы поняли, что проблемы с детским и юношеским спортом Они всегда были Но и сейчас Похоже, что они только нарастают Вот такое ощущение Мы хотим разобраться, что происходит В свете того, что Нам предстоит гражданский форум Где общественная палата планирует Обсудить этот вопрос на открытой площадке В конце ноября это будет, насколько я понимаю Да, и кроме того Как раз, насколько я понимаю Позиция правительства сейчас Ее высказывал господин Васильев Развивать именно детский и юношеский спорт Не профессиональные команды А детский и юношеский спорт Вы все правильно понимаете Потому что президент нашей страны сказал Что профессиональный спорт должен быть за счет инвесторов В этом году Мы все знаем нашу экономическую составляющую Странное, что тяжело Вот пришли указания с центра Что изыскивать средства на те соревнования Которые были запланированы на эти календарные до конца года Изыскивать средства должны федерации Федерации, инвесторы Ну и родители, соответственно Почему, когда, скажем Специализированный спорт Это не обязательно борьба с самбо Как я являюсь председателем федерации самбо Но это может быть другой вид спорта Была мотивация у детей Когда они выступали на всероссийских каких-то турнирах И все остальное Тут как-то поддерживалось государством Или другими какими-то структурами Которые принадлежали федеральному центру На сегодняшний день денег у них нет Соответственно, чтобы дети не ушли никуда У нас пропал тот момент Дворовой спорт Ну как бы пытаются Общественная палата Другие волонтеры Единый здоровый образ жизни Сейчас есть программа Но Дальше этого не идет Ну как бы волонтеры стараются Светлана проводит очень много мероприятий Только у здорового Но это как бы получаются Такие точечные акции присутствовали А плановости и дальше развития Ну как бы таких вещей нет Строются неплохие площадки детские Да, там приемы ГТО Но они не воспользованы В дальнейшем Ну как бы получаются Там провели мероприятия Про них забыли До следующих мероприятий Соответственно Должно быть какое-то Как бы сказать Мы говорим о том Что нет системности Да, системности нет И в системе явно Сейчас есть прорехи В той, которая существует Есть явные прорехи И они касаются Не только финансовых вещей Но и какой-то последовательности действий Заявляется одно А по факту происходит другое Ну получается Просто мы как бы Вот вспомнили там Про детей Сделали Кокейные коробки построили Площадки построили Да Кто детей-то научит Прослойка-то пропала Это, которая мог бы научить Встать там на коньки Была и профессиональная команда Которая родина у нас там Да, играли там Профессиональный футбол был Сейчас только школа По футболу осталась А кто будет учить Во дворах Как раньше бегали дети Там клюшкой Там этого нет Да И соответственно Мы хотим отвлечь детей От наркотиков Там от алкоголя Там еще что-то Здоровый образ Но Нету последовательности Может там Надо подумать Что какие-то Были бы планы Волонтеры Что на каких-то площадках Там проходили Обучение Чтобы затянуть детей Участвовать В соревновательных Процессах И соответственно Школы бы потом Могли бы выбирать Спортивная школа Имеется ввиду Оттуда Лучших ребят Да, лучших ребят И давать им Какой-то рост Да, давайте сейчас Разберемся тогда Сразу в нескольких вопросах Которые мы будем Сегодня обсуждать Во-первых Во-первых Федерации Вот мы сейчас говорим На примере Федерации Самбо Центры которых Находятся В Москве Например Они сказали Ребят Все до конца года Деньги закончились Теперь уже на соревновании Со своими там Подопечными Пожалуйста сами Пожалуйста сами За счет спонсоров За счет родителей Как угодно А это сентябрь Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Вот 4 месяца Которые остались Как минимум С федерацией Самбо Денег нет Чтобы финансировать Эти поездки Это первое Подождите Второе Я насколько понимаю Игорь Олегович Вчера коллегам звонил Из разных других федераций И приглашал их в эфир Коллеги отказались Потому что они Я так понимаю Что-то опасаются Ну Понимите правильно Мы все Чего-то опасаемся Да Если мы что-то Какое-то Может она Правильная правда Неправильная правда У каждого Своя правда Да Как на это Может отразиться На федерации Все равно Федерации Финансирование Зависит Ну Скажем От Министерства Спорта и молодежи Там еще что-то Кировской области Ну Кировской области И соответственно Ну Наши показатели По федерации Не настолько Великие Что-то Ну Центральные Зависит Но Мотивации Всегда должны быть Потому что В этом году У нас Официально Вышло Три Мальчика На Россию Через ПФО Ну Как бы Уже Какие-то Результаты Есть И соответственно Если Ну Опять Такая ситуация И этих Мальчиков Сейчас Которые Вышли На Россию То есть На уровень Российских Соревнований Оставшиеся Четыре месяца Надо Родителям Платить Деньги Чтобы Возить На эти Соревнования Да Здесь Получается Еще одна Мотивация Потому что От этого Получают Категорию Тренера Они тоже В этом Заинтересованы Но Ниже Тоже Зарплата Не Супер А у нас Какая Средняя Зарплата Тренеров Ну Я так Считаю Ставка 10 Ну Там Как они Уже Там Уже Как Получится Ставка 10 10 тысяч Вот такая Ставка У тренеров Даже Тех Которые Готовят Молодежь На федеральные Российские Соревнования Может быть На международные Вторая Часть Вопроса Которая Здесь Есть Ну А почему Другие С федерацией Сейчас Не Присоединяются Они Не Знают Вот Они Сидят И ждут И решают Им сказано Решать Свои Проблемы Самостоятельно Они Решают Свои Проблемы Состоятельно Вторая Часть Вопроса Это То Что Собственно Говоря Как была Разрушена Советская Система Спортивная Так Она Ничем Вообще Другим Не Заменена Она Не Стала Похожа Ни На Западную Например Страны И Прочее Прочее Это У нас Тоже Нет И Все Очень Разрозненно Те Площадки Которые Строятся Я Сейчас Немножечко Еще раз Структурирую Что сказал нам Игорь Те Площадки Которые Сейчас Строятся Например За счет Газпрома Коробки Коробки Хоккейные Нам Обещанные Вот Сейчас Детские Спортивные Площадки По Каким Программам Благоустройства Среды Поднимаются Естественно Пожилыми Людьми Но Эти Люди Не Не Знают Как Пользоваться Этими Тренажерами Они Такие Знаешь Просто Стоят И Все Но Это Вот То О чем Игорь Говорит Нет Тренеров Нет Лет На Короткий Перерыв После Чего Попытаемся Дозвониться До Светланы Медведевой Которая Нам По Финансированию Как раз Пояснила Продолжается Программа Дневной Разворот Мы Здесь Обсуждаем Судьбу Кировского Спорта Конкретно Детского И Юношеского Спорта Хотим Выяснить Что У нас С финансированием Урезали Его Или Не Урезали В каком Состоянии Мы Сейчас Находимся И Каковы Последствия Тех Шагов Которые Предпринимаются Ответственными Чиновниками Да От Спорта Есть У нас На Связи Светлана Медведева Светлана Вячеславовна Добрый День Добрый День Светлана Владиславовна Я напомню Надо Представить Нашу Гостью Светлана Владиславовна Долгое Время Занимала Пост Руководителя Нашим Областным Спортом Светлана Владиславовна Вот такая история Мы сейчас понимаем Что вроде бы Вот есть подвижки Строятся детские площадки За счет разных Совершенно там Источников Да И тем не менее Есть ощущение Что нет системной работы Все таки Простите пожалуйста Да пожалуйста Можно мы все таки Начнем с другого А ну хорошо Начнем с того Что мы начали С Игорем Кученевым Заместителем Руководителя Федерации Самбо Кировской области Игорь сообщил Что вот на прошлой неделе По крайней мере По линии федерации Самбо Сверху Да С федерального уровня Было сказано Что финансирование На остаток года По отправке Ребят На различного рода Соревнования Больше не будет И что нужно Это делать Сейчас за счет Спонсоров На остаток года И за счет родителей И это проблема Считает Игорь Олегович Поясните пожалуйста Да Как вот происходит Это финансирование И почему И вдруг оно прекращается Что вы понимали Федеральный бюджет Финансирует Исключительно Сборные команды Российской Федерации У нас на сегодняшний день К сожалению В самбо нет Членов сборной команды России В целом Вот что касается Федерального уровня То к самбо Повышенное внимание Год от года Повышается Реализуется Программа Самбо В школы Проводится Всероссийский день Самбо И так далее Не каждый вид спорта Может похвастаться Таким Вот Несмотря на то Что я очень Глубоко Интегрирована В систему В том числе Федерального спорта Мне неизвестны Какие-то Уведомления О снижении Финансирования По области Такое снижение Было по всем Отраслям Но Это не является Новостью Процесс происходит Так что В декабре Месяце Региональные Федерации Каждого вида Спорта Знают свой бюджет На Текущий год В этом году Никаких Дополнительных Уменьшений Бюджета Не производилось А то Что Федерации По виду Спорта Как общественной Организации Приходится Искать Партнеров И привлекать Дополнительные Средства На те или иные Цели Для того Чтобы вид спорта Развивался Это тоже Не новость Даже В благоприятные Финансовые годы Федерации Всегда Должны были Заниматься Этой работой Светлана Владиславовна А вот Федерация Пятиборья Которую Вы возглавляете Я не ошибаюсь Да Да Вот у вас Это как происходит То есть Та же самая История Вы тоже Сами Деньги Ищите Ну Федерация Пятиборья Планирует Свою работу Так Чтобы На все Основные Мероприятия И на Основных Спортсменов Хватало Денег И сквоты На весь Год Какие Это Соревнования Для Младших Возрастов Действительно Помогают Профинансировать Родители И Часть Экипировки Так же Ложится на Плечи Родителей Но За время Моего Президентства Не слышала Ни одного Упрека Либо Каких-то Недовольств То есть Родители Когда ребенка Приводят В спорт Они понимают Что это Все-таки Повлечет за собой Какие-то Финансовые Расходы Дополнительные Ну Вы знаете Соизмеримость Тем Сколько Государство Вкладывает В подготовку Ребенка То есть Это и Предоставление Современных Спортсооружений И зарплата Тренеров То Вклад Родителей В лучшем Случае 5-7% От того Сколько Тратит На ребенка Государство Поэтому Большинство Родителей Это понимает А вот Смотрите У нас Игорь Кучнев Сейчас Говорит Что Проблема Возникла В следующем Есть Ребята Которые Хорошо Себя Проявили В том числе На российских Соревнованиях И я так понимаю Что им надо Куда-то дальше Уже Двигаться А денег На то Чтобы Куда-то Еще Отправить Нет Понимаете Вот я Опять же Говорю О правильном Планировании Работ Квота Федерации Была Известна В декабре И Если Это Селекционная Работа Ведется Правильно То Такие Перспективные Спортсмены Всегда В поле Зрения Специалистов Если Команда Выезжает На какие-то Соревнования То Там Всегда Есть Более Так Скажем Перспективные Спортсмены В которых Действительно Нужно Вкладываться Но Остальным Можно Предложить Либо Другой Уровень Соревнований Либо Часть Финансирования За счет Спонсоров Или Родителей Понятно Но Вторая часть Вопроса Который Начинала Анна Я думаю Что сейчас Именно Имеется Смысл Продолжить Его обсуждение Это Отсутствие Собственно Говоря Системы Целостной Системы Подготовки Спортсменов Начиная Практически С дошкольного Уровня Я вижу Свежий Материал А по заявлению Министерства Спорта Именно К 2020 Году Планируется Увеличить Долю Обучающихся Студентов Занимающихся Спортом До 80% Для устранения Проблем Подготовки Спортивного Резерва Количество Штатных Работников Физкультуры Увеличат На несколько Даже десятков Тысяч Планируется Повысить уровень Обеспеченности Населения Спортивными Сооружениями Более чем В два раза И главное Важнейшее Пишет Министерство Спорта Задачи Является Плановая Модернизация Системы Физического Воспитания В дошкольных Школьных И профессиональных Образовательных Учреждениях Согласно Которые Большое Внимание Должно Уделяться Такому Предмету Как Физическая Культура Вот такие Заявления Не радовать Не могут Но Видимо Или мы Какие-то Действия В этом Направлении Знаете Говорить Об отсутствии Системы Я бы Ни в коем Случа Не стала Другой Вопрос Что Не Каждый Видит Эту Систему Потому Что Она Имеет Очень Много Направлений В работе Но Я думаю Что Те Родители Которые Приводят Детей В спортивные Школы Это Очень Хорошо Ощущают Что Входит В систему Это Слишком Долгий Разговор Я думаю Если вы Меня Пригласите Я вам Подробно Это Объясню Но Я бы Не стала Упрекать Министерство Спорта Кировской Области Наоборот Прилагается Масса Усилий Для того Чтобы Кировская Область Хорошо И Прогрессивно Выглядела На фоне Тех Преобразований Которые Проходят В Российской Федерации У нас Половина Школ Спортивных Перешла В статус Учреждений Спортподготовки Это означает То Что Именно Отбору И подготовке Перспективных Спортсменов Будет Уделяться Большое Внимание Это Абсолютно В тренде Федеральной Политики У нас Строится Легкоатлетический Манеж Далеко Не каждый Регион Может похвастаться Такими Большими Стройками В наше Сложное Финансовое Время Поэтому Я не вижу Ситуацию Печальной Наоборот Есть Много Поводов Для того Чтобы Заряжаться Оптимизм Спасибо Но мы Воспользуемся Вашим Предложением И со своей Стороны Пригласим Вас Светлана Владиславовна В гости И продолжим Обсуждение Этой темы Сейчас Благодарю Светлана Медведева Была с нами На связи Руководитель Федерации Пятиборья Я возвращаюсь К истории С министерством Спорта Я сейчас говорю Не о министерстве Спорта Кировской области Нет Я говорю О федеральном Министерстве Потому что Позицию И точку зрения Министерства Спорта Кировской области Мы сейчас Не знаем Ее не озвучим Но Именно федеральное Министерство Говоря о том Что развитие Детского Юношеского Спорта Является Одной из Приоритетных Затач государства Также подчеркивает Что Основной Проблемой Первой Проблемой Было названо Финансирование Недостаточное Развитие Спорта А второй Проблемой Называет Отсутствие Эффективной Системы Детско-юношеского Спорта Отбора И подготовки Спортивного Резерва Для спортивных Сборных Команд Страны Заявление Было сделано 17 марта 2017 года Вот оно Свежее Буквально Вот сейчас То есть Это не мои Какие-то Придумки Не придумки Игоря Олеговича Который Сейчас Находится В нашей студии Это не претензии Министерству Спорта Кировской Области Это четкая Позиция И понимание Проблемы На уровне Министерства Спорта Российской Федерации Российской Федерации Вот я Зачитала Основные Параметры Которые На которые Указывает Министерство Спорта Российской Федерации По увеличению В том числе И финансирование Количества Спортивных Сооружений И спортсменов Молодых Которые Должны Подготавливаться Но Мы действительно До сих пор Не очень понимаем Как это будет Реализовано Поэтапно И как это Реализуется В Кировской Области Для этого Наверное Не Игоря Олеговича Надо звать В студию А звать Георгия Барминова Который Разглавляет Министерство Спорта Может быть Светлану Медведеву Которая Только что Была с нами На связи Которые Лучше Понимают А что Выделяется Конкретно На область Что В области Со Со спонсорами Которые Ну вот Что со спонсорами Мы видим На примере Команды Родины Ну к сожалению Большому Не все готовы Вкладываться Я бы даже сказала Что никто не готов К сожалению Или к счастью Мне кажется Что у спонсоров Ну какое уж тут Может быть счастье Ань Вот это чистый интерес Вот я хочу Или не хочу Спонсировать Вот пришли ко мне Мне нравится В этом участвовать Или нет Это мое частное дело И мои частные деньги Может мне спорт Вообще Понимаешь Вот неинтересен Хотела другое слово Сказать Вот неинтересен И все Значит Там например Бизнес у кировскому Спорт Вот такой Как например Родина или Динамо Неинтересен И все И тут уж Сожалей не сожалей Упрекай не упрекай Ну неинтересен и все А куда пойдут мальчишки? А почему я должна Об этом думать? Ага Вот так Да А вот насчет Куда пойдут мальчишки Это может быть Вообще другая песня Совершенно И это тоже Из частного интереса Но ведь Игорь сейчас Об этом в том числе Говорит Вот там Мне нравится Как ты знаешь Скандинавская ходьба Я пытаюсь ее Популяризировать Все Это мой личный интерес Так Есть звонок Есть звонок Алло Добрый день Да Здравствуйте Это вот Еще раз Журавлев Владимир Журавлев Вы нас слушали Владимир Вениаминович? Да Да Есть что сказать Хочу как бы Вот осветить Вот смотрите Уже давно Ведется пять лет Разговор о создании В Кировской области Фонда спорта Этот опыт Мы можем Заимствовать В Пермском крае В Татарстане И Башкортостане О чем я говорю Когда за каждой детской Спортивной школой Закрепляется Как-то Предусмотрено предприятие Например там Булочные кондитерские комбинаты За федерацией там Например Художественной гимнастики Там например Какой-то колбасный завод За федерацией спортивной борьбы Там греко-римской Там Какой-то еще завод За федерацией бокса Понимаете И Со спонсорами Тогда решается вопрос И Это называется Социальная ответственность Власть Должна Когда не хватает бюджета Все дырки Нам сегодня не заткнуть Должна быть организатором Организатором Вот этой работы Владимир Велиминович Тут ведь проблема Это следующая Власть не может В приказном порядке Заставить частный бизнес Финансировать что-то Это вопрос Всегда договоренностей И Готов Будет частный бизнес Идти Вот на эти договоры И взять на себя Социальную Такую обязанность Да Содержать какую-то команду Или нет Это все равно Будет бизнес решать Если бизнес Будет заинтересован В этом Он возможно Примет это решение Но опять же Надо понимать Чем мы можем Бизнес заинтересовать То есть Одна вот только Медалька За поддержку Детского спорта Этого мало Да Вот о чем говорит Аня А чем собственно В Перми Например Или в Казани Мотивирует Предприятие Закрепляться За какими-то Федерациями спорта Ну вот смотрите Все равно Любому производственному Предприятию Нужна реклама Вот у них Происходит Вот я Пробовали Заходить С молочной Продукцией Со своей И там Четко Говорят А у вас Есть Значок Вот этого Пермского Правительства О том Что вы Сотрудниче С фондом Спорта И все И вот например Я предлагал Здесь Вот давайте Мы например Там команде Родина На каждом Литре молока Например Напишем Молоко Спортивное И каждый рубль С каждого Пакета молока Идет на команду Родина То же самое Было бы проще Мне Если йогурты Это едят Очень много Детей Но давайте Например Что Вот давайте Этот Завод Спонсор Федерации Детской Художественной Гимнастики По Еще здорово Это нормально Это рекламная Вы предлагаете Всех горожан Подключить То есть Каждый горожанин Покупая Пакет йогурта Переплачивает Один рубль Спортивный Да Переплачивает Один рубль Но он знает Что деньги Идут на федерацию Художественной Гимнастики Конечно Притом Детского спорта То есть Это фонд поддержки Детского спорта Молоко На йогурте Не надо рубль Хватит Пятьдесят копеек Понимаете Да Вот и все Это очень просто И самое главное Это интересно Бизнесу У нас У власти Сегодня они договора способны Они не ведут диалог с бизнесом Весь вопрос в этом Хорошо Что было Предыдущее правительство области Что городская администрация А нужно выстраивать отношения И конечно же Кому-то помогать Владимир Вениаминович У меня только один вопрос Скажите пожалуйста Вот вы как считаете Свести бизнес И спортивную федерацию Должны все-таки власти Или они как-то сами Между собой должны договариваться Ну я хочу сказать Что инициатива Ну положительный опыт Но в Татарстане В Пермском крае В Баскортостане Это делает власть Это делает власть Мало того Подписываются Рамочные соглашения Почему нас Лукойл Ничто не спонсирует Я считаю Что Лукойл Там Каждый например 50 копеек Или каждый рубль С бензина Правляет На команду родина Например Движение нефтепродукта Оно могло бы Ну 20 копеек 10 копеек С каждого литра Отправлять На футбольный клуб Динамо Мы решили вопрос С профессиональным спортом Предприятия поменьше Спокойно могут Федерации какие-то Финансиры Это нормальная работа Но Понимаете Когда с бизнесом Нет диалога Мало того Существует определенное Наплевательское отношение Или используют Как дойную корову То да Например Сегодня директор Некоторых предприятий Не может пробиться Ни главе администрации Толком Ни губернатору А это необходимый Постоянный диалог То есть О У нас является спонсором Ему никогда губернатор По его вопросам Каким-то Организационным Или там связанным Со структурой С инфраструктурой Он никогда не откажет Понимаете Это взаимная работа Это нормальный процесс Да мы вас поняли Спасибо Сейчас нам нужно будет Прерваться на короткую рекламу С нами на связи был Владимир Журавлев Депутат Кировской городской думы Шестого созыва Через полторы минуты Снова в студии Продолжается программа Дневной разворот Мы говорим о финансировании Кировского спорта Детского и юношеского И Также Хотим поговорить Об обеспеченности Собственного населения Местами Где можно заниматься Вот этим самым спортом Я только небольшую отсылку Еще раз делаю К статье Которая вышла 17 марта 2017 года Которую я цитирую Сегодня в течение Второго часа Дело в том Что в этот день Государственной думой Российской Федерации Был принят закон Согласно которому На организаторов Внимания азартных игр И в букмекерских конторах И заключающих пари На спортивные соревнования Возлагалась обязанность Отчислять средства На финансирование мероприятий По развитию профессионального Детского и юношеского спорта То есть Понимая государство Что бюджета не хватает Соответственно Там пошли навстречу Развитию Букмекерского бизнеса Но 20% Из этих денег Которые Букмекеры должны были Отчислять В бюджет Будут направляться И видимо уже Направляются на детский И юношеский спорт А 80% На профессиональный Последствия Принятия этого закона Мне пока неизвестны Мы вот здесь не копали Можно будет посмотреть Но сейчас я думаю Что мы к другой Как раз теме перейдем Об обеспеченности местами Что у нас с ними Мы уже поднимали вопрос Здесь неоднократно Когда говорили о школах Вообще Да и о детских садах Но в большей степени О школах Что как минимум Город Киров Крайне нуждается В спортивных залах Школу нуждается Потому что целый ряд школ Особенно в центре города Просто не имеет помещений Для занятий спортом В школе Физической культурой Не спортом А физической культурой Другие Там тоже не имеют Каких-то помещений Планировалось Какие-то пристрои Значит делать Но в целом Мы можем понять Что у нас Не спортивных школ Не строится Новых Ну почти не строится Давай так Не хватает Не хватает и помещений Не хватает и помещений В школах Чтобы дети занимались Физкультурой А потребность людей Возрастает Потому что уплотняется Застройка Увеличивается Количество людей Вот в городе Непосредственно Живущих Потребность Есть и в спальных Микроюнах В новых Да И что там происходит Вот сейчас Игорь Поясните Мы в 16-м году Очень пытались Внедрить программу Самбо в школах Третий урок Факультативный На федеральном уровне Это разрешено Но мы столкнулись С такой проблемой Что школы Старого образца Нельзя Использовать Программа Там свой Чужой Заходить Чужих детей Нельзя На сегодняшний день Построена Очень хорошая школа В микрорайоне Зиново Которая недавно Открылась Там есть как раз Пристрой И сделая Опрос населения Которая там Мамы Они хотели бы Там видеть Это точно Потому что Бальные танцы И другие виды Спорта Или какие-то кружки Потому что Там есть пристрой Там есть детский Там есть бассейн Который должен С трех часов Работать Не только для школьников Но для населения Школа на этом Должна зарабатывать Как я понимаю И плюс Такой момент Мы сами знаем Новое Зиново И Солнечный берег Это такой большой микрорайон Где Очень сложно Попасть в центр Ну как бы В час пик Да вообще Это нежелательно Да и нежелательно Вся инфраструктура Должна быть в районе И второй момент Это безопасность детей Ну как бы Целый микрорайон Они уже не ездят Ни на общественном транспорте Никак И так думаю Что Как члены общественной палаты Мы через Галинских Обратились Он должен обратиться В эту школу Просмотреть этот вопрос Есть ли такая возможность Там проводить Данное мероприятие И в принципе Я так думаю Что можно Наверное Как-то порешать Эту проблему Свой-чужой Есть все равно В школах Спортивные залы Которые После какого-то Определенного времени Не заняты Или детские площадки Спортивные При школах Где можно проводить Также мероприятия Мини-футбол Хоккея Или каких-то других Или скандинавскую ходьбу Да Спортзале То скандинавскую ходьбу Не стоит проводить Нет Я имел ввиду На стадионе Который принадлежит школе Ну как минимум Тренировать там можно Правильные Правильные Техники Вот это вот Правило Свой-чужой В связи Со стрельбой В школах В связи С террористической Угрозой И антитеррористическими Мероприятиями Посторонние люди В школу проникать Не должны То есть стоят турникеты Сидит Сидит охрана Где-то чипы введены И прочее И поэтому И школы И спортивные залы Которые находятся В структуре школы Они закрыты Для каких-то там Дополнительных занятий Которые устраивают Люди Не работающие В школе А это очень плохо А это очень плохо Потому что Это действительно хороший способ Для школы С одной стороны С другой стороны Ты сама понимаешь Что у нас сейчас происходит Сколько звонков было За последнюю неделю О заложенных бомбах Ну мы К сожалению До сих пор не знаем Что это были Звонки Только догадываемся Какие были последствия Ну вот кстати Пример со школой В Зиновых Очень яркий Я так понимаю Что буквально Недавно Общественная палата Обратилась в город Чтобы рассмотреть вопрос Организовать Вот такие Занятия Дополнительные Для населения Поскольку Спортивные сооружения Школы Имеют Изолированный Дополнительный Вход И выход То есть Не надо Через школу Передвигаться Можно участвовать Вот здесь Действительно Очень логично Это использовать Раз Но тут вспоминается Вторая школа Которая запланирована К строительству Точно такой же проект Как в Зиновых В Урванцево Которая будет строиться Но у Радость Решили же сэкономить Денег сэкономили Там не будет теперь бассейна А вот когда Лишают школу Бассейна И радуются Что сэкономили Деньги То лучше бы Наверное Подумали о том Как население Этого Разрастающегося Нового микрорайона Будет обеспечено Спортивными сооружениями И на чем Вот здесь действительно Сэкономили вопрос Но Урванцево Не очень далеко От бассейна Быстрица Я тебе скажу Правда В бассейне Быстрица Бает очень много Желающих Да Бассейнов много Не бывает Если растет Какой-то микрорайон И вы уже строите Там комплексное сооружение То наверное Сделать все Чтобы не сэкономить На бассейне Не сэкономить На спортзале А чтобы наоборот Было по максимуму построено Поскольку надо понимать Что многофункциональное Учреждение Будет выполнять Не только роль Образовательного В системе Там среднего образования Но еще и дополнительных Там услуг И дополнительных Образовательных Подожди Вот пока как раз Ситуация такая Что не может оно Выполнять дополнительные Функции Потому что в большинстве Школы вот упирается В эту проблему Мы сейчас узнаем Как это будет происходить В Зиновых А есть на других Территориях В других регионах Положительный опыт В этом отношении Ну вот если Беру по федерации Самбо В некоторых регионах В Новосибирске Очень хорошо Третий урок В культативной Самбо В школе Потому что В чем интерес Там был Федерация Российская Пропагандирует Этот вид спорта Говорила Если заключен договор Со школой Третий урок То они предоставили Ковер Спортивному Ниццу До 500 тысяч Как бы Предлагали школам А То есть Доплачивали Школа могла Оборудование Закупали Оборудование Школа могла Закупить дополнительные Бесплатно давали Закупали оборудование На сумму До 500 тысяч Для школы Да Для школы По линии региона Нет По линии Федерации Самбо Российской Федерации Самбо В Новосибирске Это очень здорово Они воспользовались Этой историей А почему мы нет Ну вот мы Говорю В 16-м году По многим школам Проходили И нам Отказали Из-за Свой-чужой А как В Новосибирске Решили эту проблему А там В Новосибирске Мэр Хорошо относится Он хорошо относится Но он нашел Какой-то выход Он видимо нашел Законный механизм Значит он есть Аня знаешь почему Так есть Значит он есть Но ведь надо голову Включить для того Чтобы этот механизм Заработал Надо же подумать Как это нужно сделать На правовой основе Чтобы было все Безопасно и эффективно И как он сказал Вот Журавлев До этого говорил Они также Прохватили С бизнесом встречи И спонсировали Ну данный вид спорта Ну понятно Не только этот вид спорта Но и другой Тут вопрос Как бы говорится Как правильно подойти И на какое есть желание Можно это дальше двигать Можно это просто оставить И как бы течь своим чередом Вот и все Да А сейчас закончилась Эта федеральная программа Она еще есть Ну пока еще есть Да Но насколько долго она будет Ну не понятно То есть вот если у нас Министерство спорта И соответствующий департамент В городе например Об этом задумаются То у нас 2, 3, 4, 5 школ Могут получить финансирование На закупку оборудования До 500 тысяч например И будут дополнительный Третий урок для ребят Которые хотят заниматься самбо А может быть не только самбо Да, но на ковре можно заниматься Как говорили Мы всегда пытались Это можно и спортивной борьбой заниматься Ну это раньше классика называлась Какие-то элементы гимнастики Потому что это мягкое покрытие Ну как бы сказать так Пятиборье туда входит И что такое пятиборье? Ну это бег, прыжки А это другое Другое Ну те виды спорта Которые есть в зале Ну с падением можно Там еще что-то такое Ну я не знаю Всегда когда есть чем-то заняться Это можно заняться То есть за счет федерации самбо Можно детей учить И другим видам спорта тоже Конечно Это же не говорит о том Что это только самбо Это говорит о том Что привлекать тем более Пытаются вести сейчас Что элементы борьбы самбо Могут быть как готовы Ну как присутствуют Но все правильно сказано Она просто правильно работает И правильно подойти к этому Насколько есть желание И насколько есть возможности Вот в чем вопрос То есть я правильно понимаю Что вот эта история с письмом Который написал Александр Гальцкий Секретарь общественной палаты Да, со школой в Зиновых и прочее То есть это вот такая Показательная будет история Да или нет Скажут и там дальше будем писать от этого Ну вот я могу как сказать Я когда Гальцких написали это письмо Я сказал что федерация самбо Даст ковер туда Ну определенное оборудование Которое можно использовать Для других Ну видов спорта Там может там потом У нас там есть груши Ну как бы Что их наверное можно будет использовать И они там для секции бокса Или еще для каких-то других единоборств Это не говорится Что вот вы нас возьмите Мы золотая там какая-то С 15 секунд остается Все То есть правильно Это все равно будет показательная история Показательная Да И хотелось бы На этом привлечь другие виды спорта И какие-то другие Ну вот это хорошая история Я думаю что вот Александр Александрович Галецких Георгий Барминов И Светлана Медведева Для эфира С обсуждением этой темы вполне Да Попробуем запланировать Соберем На следующей неделе Спасибо большое нашему гостю Игорю Кучневу Заместителю и руководителю Федерации самбо Кировской области Слены общественной палаты И мы с Анной прощаемся До свидания Владимир В особом мнении Владимир Юрист Ян Чеботарев До свидания